Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. В Барнауле демонтируют здание речного вокзала, что случилось с ласточками, ради которых этот процесс встал два месяца назад. Не хуже городских, как после капремонта выглядят школы и детские сады в районах края. Чудики собрались. В сростках закрыли Шукшинский кинофестиваль. Кто же стал победителем этого года? Жителям края предлагают помочь собрать детей Луганской народной республики в школу. Специальную акцию организовали Союз женщин России и его алтайское отделение. Сбор ведут в трех точках Барнаула – отделениях Союза пенсионеров в Индустриальном и Октябрьском районах, а также Краевом отделении Общероссийского народного фронта. Их адреса вы сейчас видите на своих экранах. Сбор продлится до 10 августа. Всех желающих просят помочь с покупкой тетрадей, дневников, канцелярских принадлежностей, вплоть до литературы для школьников. Школа «Детские сады края» готовится к новому учебному году. Капитальный ремонт по краевой адресной инвестиционной программе проводят на 91-м объекте. В этом году из краевого бюджета на эти цели выделено почти 4 миллиарда рублей. Накануне заместитель председателя КЗС Денис Голобородько побывал в учреждениях Суецкого и Благовещенского районов и оценил качество проделанных работ. Как было, лучше и не вспоминать, говорят о здании детского сада «Голубок» его работники. Больше чем за полвека капитальный ремонт здесь провели впервые. Благодаря краевой адресной инвестиционной программе обновили сад в полной мере. Затратили почти 15 миллионов рублей. Это же красота такая. Вы что, дети, пришли? И родители, и дети – это очень благодарно. Мы все благодарны государству нашему. Так в ходе ремонта порядком изношенную крышу заменили на новую. Вместо деревянных окон, в которых из года в год как могли устраняли щели, установили пластиковые. Стены, когда-то побитые градом, обшили сайдингом. Стало уютнее и внутри. Воспитанники особенно обрадовались новым игрушкам и мебели. Теперь будем вершние суетки делать. Обязательно вершние суетки надо сделать. Чтобы там тоже детки были в такой красоте, как у нас. Мы стараемся поэтапно. Я знаю, раз вы стараетесь, я знаю, что у вас все получится. К слову, детский сад улей, что верх в суэтке, уже на пути к современности. Год назад здесь решилась проблема с текущей крышей. И только эта часть обошлась в 10 миллионов рублей. Зато теперь можно переходить к другим работам, не боясь, что стены вновь станут желтыми от влаги, а на полу появятся лужи. Необходимо будет заменить полностью все коммуникации. Это электропроводку, водоснабжение, систему канализации. Заменить оконные дверные блоки снаружи и внутри. Отремонтировать потолки, полностью стены, полы, полностью объекты. Пойдем прямо. Тем временем детский сад «Сказка» в Благовещенском районе свое название уже оправдал. Здесь капитальный ремонт провели 5 лет назад. И теперь этот сад ничуть не уступает любому городскому. Позаботились о каждой мелочи. Даже кроватки в группах соответствуют названию. Это, например, группа, в которой растут чемпионы. Еще больше повезло воспитанникам детского сада «Золотая рыбка». Здесь в рамках капремонта отремонтировали бассейн. К слову, есть он далеко не в каждом городском дошкольном учреждении. Кроме того, сад посещает 13 детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому для них оборудовали не только тренажеры, но и санитарно-гигиеническую комнату, а также пандус. В текущем году на средства КАИП заменили оконные и дверные блоки. В целом, работа продолжается. Часть детского сада готова, а часть, соответственно, еще требуется ремонт. Мы находимся в группе, которая еще требуется ремонт. Есть разные места, есть разные точечные моменты. Мы их посмотрели, увидели. И, соответственно, будем делать выводы и дальше продолжать нашу деятельность. Всего в рамках краевой инвестиционной программы в 2022 году планируется провести капремонт в 9 дошкольных учреждениях региона. На эти цели направлено более 96 миллионов рублей из краевого бюджета. Еще по четырем детским садам ведется разработка проектно-сметной документации. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Два месяца простоя ради благого дела. Строительная компания «Селф» возобновила демонтаж здания речного вокзала. Напомним, работы поставили на паузу из-за гнездования ласточек. Сегодня птенцы встали на крыло и покинули помещение вокзала. Подробности у Валентина Аскеровой. Ласточкиные гнезда начинаются отсюда. Они достаточно прочные. В конце мая стало известно, что строительный кран нужно срочно останавливать. Общественники обнаружили в здании речного вокзала ласточкиные гнезда. Птенцам нужно было время на то, чтобы окрепнуть и улететь. Застройщик такую возможность, конечно, дал. Демонтаж здания приостановили. Популяция ласточек сохранилась. Это действительно беспрецедентный случай со стороны застройщика пойти на приостановку процесса строительства ради сохранения популяции, жизни животных и сохранения в целом алтайской природы. Практически два месяца мы мониторим движение птиц, движение птенцов. За это время практически все гнезда были сняты, пустые, опустевшие. И последний раз вчера мы осматривали оставшиеся гнезда. Они тоже остались пустые. Сейчас уже безопасное строительство. Пожалуйста, можно это читать. Изначально орнитологи планировали, что птицы окрепнут уже через неделю. Но на это потребовалось два месяца. Все это время строители ждали. И сегодня с чистой совестью возобновляют работы. Сегодня мы приступаем к активной фазе демонтажных работ, которые будут разделены на два этапа. Первый этап – это демонтаж конструкции зданий выше нуля. Второй этап – это демонтаж конструкции ниже нуля. После этих работ начнется обустройство котлована. В целом здание демонтируют в течение одного месяца. Что касается сохраненных птиц, то благодаря слаженной работе неравнодушных общественников и строителей удалось сохранить до полусотни молодых ласточек, который в следующем году построит гнезда где-то поблизости, возможно, даже под новым мостом. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Современную детскую площадку открыли в барнаульском поселке Черницк. На игровой комплекс, который включает в себя множество игровых элементов для разного возраста, потратили почти 700 тысяч рублей. Часть средств – вклад жителей пригорода. Качели, горки, карусели для малышей и тренажеры для ребят постарше. Новую площадку детвора атаковала сразу же после ее открытия. Еще бы, игровой комплекс яркий, современный и безопасный. Именно о таком мечтали жители Черницка. Желание свое воплотили в реальность. В обустройстве территории приняли самое активное участие. И вклад внесли 35 тысяч, и документы совместно с муниципалитетом подготовили. Данный проект является очень значимым для жителей любого района или места, где такие проекты осуществляются. Потому что я думаю, что каждый хотел бы, чтобы у каждого возле двора или рядом на улице были такие прекрасные площадки для игр детей. Игровой комплекс появился благодаря краевой программе поддержки местных инициатив. В ней администрация поселка старается участвовать ежегодно, ведь это хорошая возможность обновить инфраструктуру, дороги, освещение, площадки. У нас вот в этом году из пяти заявок, которые мы подавали в прошлом году, четыре будет реализовываться. Ну вот в том числе вот данная детская площадка. И на следующий год мы планируем также подавать пять заявок. Документы уже собираются. Параллельно с краевой программой муниципалитет поселка подает заявки на участие и в городской по инициативному бюджетированию. На ее средства в Черницке обновили две дороги. В планах построить еще одну, как раз рядом с открывшейся детской площадкой. Елена Макаренко, День с толком. На натуральном сахаре без искусственных заменителей компания «Бочкари» презентовала новую линейку импортозамещения. Газированные напитки с известными во всем мире вкусами. Из-за ухода иностранных компаний с российского рынка у торговых сетей появилась острая потребность в продукции, которая бы не уступала зарубежной. Алтайская компания «Бочкари» с задачей справилась и спустя шесть месяцев поставила на поток три популярных наименования. Яркая этикетка, темно-коричневый цвет – напиток, знакомый с детства. Компания «Бочкари» запустила массовое производство полюбившихся напитков «Кола», «Оранж», «Цитрус Хит», «Бочкари». Популярная во всем мире газировка изготовлена на натуральном сахаре без использования сахарозаменителей. Мы пилотно выпускали эти три направления в маленьком масштабе. Предварительно разослали это по всем сетям, по дистрибьюторам на дегустацию. Оценки были очень положительные. И после этого приняли решение это уже в больших масштабах, в индустриальных масштабах выпускать. Над линейкой напитков «Бочкари» хит-технологи и маркетологи компании упорно работали с начала этого года. Тщательно подбирали ингредиенты, прорабатывали пропорции, отрабатывали рецептуру, дегустировали. В результате потребители получили привычные, любимые ароматы и вкусы, которые могут конкурировать с продукцией транснациональных компаний. Кстати, «Бочкари» имеют многолетний опыт сотрудничества с компаниями «Кока-Кола», «Пепси-Ко». И в разработке новой линейки завод ориентировался на стандарты лидеров рынка. «Секрет, о чем сейчас Александр Владимирович говорит, рецептура «Кока-Кола», он скрыт под семью печати. Для нас это не было, наверное, каким-то большой сложностью понять, из чего он делается, как делается. Главная задача была наша, о чем мы говорим, то есть это натуральность и стандарты качества, которые у нас всегда применяются на нашем предприятии». В компании отмечают непростую ситуацию на рынке производства газированных напитков – дефицит алюминия натуральных компонентов. А ситуация по углекислоте, без которой производить газированные напитки невозможно, критическая. Стоимость выросла более чем на 400% с начала этого года. Но без любимых напитков российские потребители точно не останутся. В «Бочкарях» сами производят углекислоту. «Как бы это парадоксально не звучало, но пивоваренное производство генерирует все-таки в процессе брожения углекислоту. И на сегодняшний день мы, по сути дела, две трети своей потребности мы закрываем, скажем так, собственным производством углекислоты». Новая линейка напитков появится на полках магазинов уже в ближайшее время. Известно, что это два ритейлера. Какие именно, в компании пока держат интригу. Но ясно одно – Алтайский край может вкусно и качественно замещать иностранные продукты. Сегодня ровно два месяца, как полностью перекрыли движение на главном проспекте Барнаула в районе Нового рынка. Привыкли ли к изменениям горожане, водители и пешеходы? Об этом мы спросили у людей на улицах краевой столицы. Нет, не воду. А в чем трудности заключаются? Ну, с одной стороны, на другую надо переходить. Ну да, конечно, удобно. Я и до этого здесь ходила, когда еще не было реконструкции. Живу за мостом просто, здесь часто хожу. Ну, новое, в принципе, не всегда хорошо. Почему? Ну, потому что, смотрите, сколько людей, допустим, ходят пешком, сколько там сейчас объезжают дорогу, большие пробки, трудности добираться. Все равно срок указан конкретный, когда эксплуатацию пустят этот мост. Потерпеть можно ради чего-то нового для города. Ну, почему бы не потерпеть? Мост все равно был уже достаточно старым, построенным давно. И покрытия, возможно, были уже не того качества, которое было необходимо для поддержания. В дальнейшем, я думаю, это будет лучше. То есть это временное неудобство? Да, да, да. Все, конечно, понимают это, но что делать? Привыкаем. Конечно, я читала, что он вообще уже в изношенном состоянии находится. Неизвестно, чем бы закончилось это все, если бы не было реконструкции. А вот вы пользуетесь пересадочными талонами, которые ввели на транспорте? Нет, мы ездим по Калинино, на автобусе очень удобно, что по выделенной полосе быстро прям доезжаешь сразу до центра и все. К другой теме. В эти выходные на Алтай завершилось одно из главных культурных событий края – Шукшинский кинофестиваль. Гостями знакового события стало 25 тысяч человек. Впервые география мероприятия была настолько обширной. Встречи проходили в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Павловске, Ребрихе, Алтайском и Калманском. Финальный аккорд по традиции поставили на малой родине Василия Макаровича в Сростках. На горе пикет побывала Мария Мацаева. Малая родина Василия Макаровича встречает гостей с открытой душой. Если праздник, то прямо на улице. Чудики, горячо любимые Шукшиным, никуда не делись. Они делают сережки, картины из стекла, птиц из железа. Шукшинский фестиваль, самый любимый, мы каждый год приезжаем. Мне много о Шукшине рассказывали. То, что этот человек был целеустремленным. Часто сравнивали его почему-то с князьями и так далее. То, что он считает князь советского телевидения. Но какие бы статусы ни давали Шукшину, бесспорно, вот что. Проникновенность и душевность его фильма, впрочем, как и всего творчества, завораживает и в 2022-м. А как оно может не нравиться? Ну как? Это невозможно же говорить, а то надо просто слушать и плакать. Я там маленький литературный кружок вела. И рассказ критики. Критики? Рассказ критики. Как дед с внуком любили кино. Кино в рамках Шукшинского фестиваля собирает самого разного зрителя. В этом году в программе «Полного метра» 11 картин. И, как признался председатель жюри Михаил Калинин, все их объединяет одна тема – отцов и детей. Конфликт поколений, способы, которыми пытаются из него выйти, отражение сегодняшней России привлекает на фестиваль десятки тысяч людей. Я чувствую некоторые из фильмов настолько близки к его творчеству, что в них прям чуть ли не фразы, которые я писал в сценарии или в книгах Шукшин. Впервые с начала пандемии фестиваль прошел на знаковых местах. На горе Пикет зрители первыми услышали имя победителя 24-го Шукшинского кинофестиваля. Им стал Ильдар Ягафаров и его картина «Живы ли мы?» про обычных людей, с которыми случилась беда. Фильм рассказывает, как в непростой ситуации ведет себя семья. Василий Макарович – это наш учитель, наш идол. Я поставил несколько этюдов по его рассказам. Конечно, он очень близок. Он мне очень близок тем, что я тоже в деревне родился. Мне это очень все близко. Пожелаю, чтобы люди, когда приезжали на такие серьезные фестивали, вот о чем говорил Василий Макарович, сердцем своим делали картины, душой, рассказывали правду. Честность, которую транслирует Шукшин своим творчеством, актуальна и сегодня. Может быть, поэтому фестиваль его имени каждый год собирает десятки тысяч людей со всей России. Мария Мацеева, Вадим Быстревский. День с толком. В лучших традициях, но с новым запалом. В Барнауле прошел первый всероссийский слет ветеранов студенческих отрядов. На него съехалось больше 300 вечных бойцов из 11 регионов страны, включая весьма отдаленные, к примеру, Магаданскую область. Уже ветераны, но по-прежнему бойцы бодрые и полные оптимизма. Они символично собрались в Барнауле. У памятного знака, посвященного 50-летию краевого студенческого отряда «Алтай», и в городе, где снова активно развивается студенческое движение. Движение действительно не имеет времени. Ветераны с удовольствием съехались из разных регионов и общаются между собой. И с другой стороны, это такой определенный посыл для нашей молодежи. Дружба на долгие годы. Самые крепкие семьи зарождались в стройотрядах. В разные годы их бойцы трудились на многих дорожных и социальных объектах Барнаула. Лучшие традиции на Алтае сохраняют, а движение развивают. Так, в этом году столица края принимает межрегиональную студенческую стройку «Барнаул-2022». Вообще, мы с советом ветеранов краевого студенческого отряда «Алтай» давно вынашивали эту идею собрать ветеранов, потому что на сегодняшний день очень здорово, что студенческие отряды возродились. И мы в Алтайском крае практически в студенческих отрядах возродили все лучшее, что было в советское время в студенческих отрядах. Новый трудовой проект – возрождение отряда механизаторов, участие в стройке объектов Северска, Норильска и Питера. Современные студотрядовцы нашего края стараются не уступать бойцам-ветеранам и надеются, что в будущем и они будут слетаться на такие же теплые встречи. Елена Макаренко. День с толком. Подержать в руках огнестрельное оружие, пострелять из лазерного пистолета, преодолеть полосу препятствий и прокатиться на БТР. Для алтайских журналистов такие спортивные развлечения в новинку. Военно-спортивные игры с участием СМИ впервые прошли в Новоалтайске на базе спецназа «Легион». Как это было, расскажет Валентина Аскерова. Предельная концентрация прицеливания пуск. Десятки журналистов проверили свою меткость под опытным руководством спецназа. После примерили их экипировку, общий вес которой больше 10 килограммов. Для хрупких девчонок серьезная ноша. Обычно сотрудники спецназа экипируются всего за 30-40 секунд. Но журналисты это явно будут делать дольше. Вот эта часть экипировки называется «Черепаха». Вот и я буду одеваться как черепаха. Проигравших в этапе экипировки не оказалось. Защиту надели все. Пусть и дольше обычного. Так впервые журналисты участвуют в военно-спортивных играх на базе спецназа «Легион». Отработка тактических приемов, а после маскировка специальной краской. Это позволяет быть максимально незаметным. Это не видно лицо получается в инфракрасном диапазоне, прицелы в ночные и прочие вещи. А обычно человек может купить такую краску? Я сомневаюсь в этом очень глубоко. Далее полоса препятствий. Сначала мастер-класс по прохождению показали сотрудники спецназа, затем журналисты. Парням полоса покорилась в считанные минуты. А вот из девушек рискнула только одна. Главный редактор «Комсомольской правды» Ольга Ведерникова. Вы знаете, адреналин играет в крови, эмоции прут, и просто думаешь, жизнь в кайф. Самое сложное, наверное, вот эта стена все-таки на нее вскарабкаться, потому что, знаете, вот так, если образно говорить, для каждого у нас есть какие-то стены по жизни, да, образные такие. Мы тоже на них карабкаемся, а это реально физическая стена, которая говорит, если ты смог делать это физически, то любую психологическую стену ты в 100% преодолеешь. Какое самое сложное препятствие было? Ну, рукоход, вон те турнички, лестница длинная такая. Чем это сложно? Ну, это просто нужно цепляться, раскачиваться и пройти это. Ну, а так в целом нормально. Также для представителей СМИ организовали выставку показ вооружения. Самых ярых участников военно-спортивных игр прокатили на бронетранспортере. Каких-то 30 км в час укачивало знатно. Ребята вообще, парни, прошли отлично. Особенно первый, да и у всех хорошо прошли. Тем более девушка. Я вообще удивился, что девушка перелезет через забор. В конце необычных спортивных игр каждый получил медаль. Символическое поощрение приятно, но запомнят участники эти испытания по другой причине. Как минимум, каждый испытал себя еще в одной сфере. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.